Так мы говорим с вами о близких отношениях. Близкие отношения – это не только отношения со святыми. Вот, допустим, смотришь телевизор, очень открытый актер, очень ярко играет. Постепенно, постепенно вдруг происходит такое, что он становится для тебя близким. Ты смотришь на него и хочешь смотреть еще, еще, тебе нравится его игра, его поведение, и ты начинаешь неосознанно копировать этого человека. Но ты не знаешь только одну вещь, что это просто способность. Никакой красоты в этом нет. Нет там Бога. Там есть просто наслаждение твоих чувств. И если ты пытался на это наслаждение, то имей в виду, что ты полностью скопируешь этого человека во всем. Даже в том, что ты не видишь. А не видишь ты многого. Это лучше потому, что этот человек просто зарабатывает деньги на ваших сердцах. За редким исключением. Однозначно бывают фильмы, когда человек видит про жизнь святого, когда человек входит в эту роль, он молится каждый день, он просит Бога о том, чтобы Бог дал возможность сыграть этого святого. И Бог дает такую возможность. И тогда очищается сердце, глядя на такой фильм. Но таких фильмов мало. А в основном, когда мы смотрим, мы что видим? Осквернение своей жизни. И каждый человек мечтает найти такое кино, где бы он просто обалдел частью, смотря его. И человеку абсолютно все равно, что будет дальше с ним, с его жизнью. Знаете, что через эти фильмы действуют злые силы, для того, чтобы привлекать человека к себе. Есть разные планеты этого мира, и каждый крутой фильм представляет какой-то образ жизни. И даже в фильмах показывается эта жизнь. Вы там можете увидеть разрушенную планету, последствия ядерной войны, там, и как компьютеры побеждает человека. Готовьтесь. Это ваша следующая жизнь. Почему? А потому что вы в это влюбились. К чему бы человек с всем своим сердцем не привязывался, то он и получит в своей следующей жизни. И не надо думать, что философия, которая приклетается к таким фильмам, является сутью этих фильмов. Сутью этих фильмов является привязанность ваших к этим артистам, которые разрушают вашу судьбу, потому что вы привязаны не к святости, а к грязи, завалированной красотой. Итак, что такое кинематограф, там, фильмы? Это опасно, мои дорогие друзья, очень, потому что это все проникает в глубину сердца. Все, что бы ни проникало в глубину сердца, человек, который очень сильно и быстро меняет его жизнь. Может в жизнь меняться в лучшую сторону быстро, а может и в худшую. Мы знаем, что эти феномены используются сейчас, стоит говорить об этом, нет, я не знаю, но сейчас даже многие дети, не многие дети, а какие-то дети иногда окончают свою жизнь самоубийством в результате того, что они привязались к таким героям, которые к этому шли в своей жизни. И если говорить о тех детях, которые расстреляли детей в школе, а это просто вообще жесть. Я даже не представлял, что в своей жизни я услышу такие новости в нашей стране, что ребенок будет расстреливать детей из автриста, из винтовки. Понимаете? Этот ребенок не просто так это сделал. В его сердце жил герой, который привел его к этому. Думаете, это просто актер привел его? Нет. И вот к этому привел злой дух, который действовал через актера. Понимаете? Поэтому фильмы это далеко не безобидная вещь, дорогие мои друзья. А почему мы их смотрим? Потому что мы устаем от работы, нам нужно как-то отдохнуть. Давай мы начинаем это все смотреть. Но понимаете, как раз в это время злоба и приходит в нашу жизнь. И она разрушает их. Хорошо, Валя, скажет, что Илья Геннадьевич без фильмов невозможно. Я согласен, но смотрите хороший фильм. Где говорится о жизни святых людей, где говорится о Боге. А может быть они... Ну, постановки бывают тоже очень хорошие, а может быть не очень. Но в любом случае это лучше тысячу раз, чем смотреть вот эту всю Билиберту. Понимаете? Который нам пичкан сейчас на голубые краны. Или матовые. Спасибо. Спасибо. Спасибо.